МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллион, миллион алых роз... Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Держите. Спасибо. Ай, наверняка жене своей дарит. Ну да, о таком букете сегодня мечтает каждая женщина. Вообще ни для кого не секрет, что цветы – это символ любви, внимания и восхищения. Их преподносят в качестве подарка на праздники или дарят дорогим и близким людям без какого-либо повода. Да, цветы любят все, но вот только выращивать их могут единицы. С вами программа «Сельский кластер». В этом выпуске я попытаюсь узнать нюансы цветочного бизнеса и о том, насколько рентабельно сегодня выращивать миллион алых роз. Комплимент, признание, традиция – знак внимания. Так уж повелось, что именно цветы – лучший подарок для дам на все случаи жизни. А со вкусом подобранный букет и вовсе может стать самым приятным сюрпризом, который запомнится надолго. Найти цветок, достойный именно его, любимым мужчинам помогают цветоводы. Именно они выращивают эти пахучие поводы для радости в своих огородах. Тяга к прекрасному и любовь к Флоре 30 лет назад подтолкнули и Галину Стасюк окунуться в мир цветочного дела. Расскажите, Галина, как началась ваша история, как вы попали в цветоводство, откуда такая идея пришла вам? Я не знаю, я, наверное, родилась где-то в цветах, потому что я с детства очень люблю цветы, и я с детства всегда болела цветами. И просто в какой-то момент, когда родились дети, они были маленькие, я начала просто что-то сажать, бесконечно сажать. И когда я начала сажать, я поняла, что у меня не хватает опыта. И я начала изучать агрономию. И очень долго этим занималась. Когда я все изучила, тогда начала уже закупать цветы и рассаживать. У меня было очень много, очень много, много, много лет. У меня ничего не получалось, и много слез было пролито. Но постепенно, постепенно, прошло уже 30 лет, постепенно, постепенно, вот результаты уже сегодня есть. Хотелось бы, конечно, чтобы они были раньше, но есть как есть. Как гласит восточная мудрость, большой путь начинается с первого шага. И Галина Стасюк его сделала, причем уверенно и в нужном направлении. Изучала все тонкости агрономической науки, принимала опыт убывалых садоводов, читала массу литературы, посвященной флористике. Постигая азы цветоводства, Галина Викторовна перепробовала буквально все, что помогло бы ей помочь создать свою благоухающую оранжерею. К сожалению, 30 лет назад не было интернета, не было полезной информации, которую сейчас можно просто черпать из интернета. И я просто нашла на частном уровне, я нашла какие-то книги, села их все переписывать, изучать, учить. И потом я связывалась с Прибалтикой, с людьми, с агрономами. Очень много было переписки, мне каждый день приходили полные почтовые ящики писем с какой-то помощью словесной, советами. И вот так, вот так я полгода не поднималась от литературы совсем никак. Я просто изучала, читала письма, отвечала. И день и ночь действительно изучала цветоводство. Ознакомившись с основными правилами агрономической науки, Галина продолжила изучать тонкости работы в цветоводственной практике. Начинала с маленькой клумбы тюльпанов. Теперь же в ее хозяйстве та заветная оранжерея. Была маленькая грядочка, может быть, 2 на 2, которую я пыталась вырастить, но они у меня заболевали. Потом мы поставили совсем маленькую тепличку, может быть, квадратов на 10, и пытались там каким-то образом вырастить розы. Но у меня тоже ничего не получалось. Сейчас потом были плюночные балаганы с тюльпанами. Ну и так постепенно, постепенно пришли к тому, что сейчас есть. Сегодня плоды труда Галины цветут и пахнут. В ее цветочниках столько разнообразных растений, что хозяйка уже и сама затрудняется сказать, сколько именно здесь видов и сортов. Выращиваем лилию, тюльпаны, очень много горшечных растений, очень много ампельных растений. Я думаю, что все растения, наверное, или почти все, которые могут расти на Северном Кавказе, я думаю, что мы выращивали все, которые, возможно, кроме гвоздики, которая идет на срез. Кустовая гвоздика, вот она даже отсюда просматривается, которая на срез мы никогда не выращивали. Это, пожалуй, наверное, единственное растение, которое мы не выращивали. Все остальное мы выращивали или выращиваем. Но главная обитательница оранжерей – это роза, любимый цветок галины. Красная, белая, розовая, кустовая. Не теплица, а настоящая маленькая Голландия. Роза считается королевой цветов. И эта королева не только прекрасна, но и, как подобает любой монархине, очень капризна, строга и прихотлива. И требует к себе постоянного внимания. Так что лентяев возле себя она не потерпит. Им за разведение роз даже браться не стоит. Для того, чтобы роза выросла правильной и красивой формы, ее необходимо формировать. Без формирования роза не вырастет красивой и правильной формы. Поэтому мы убираем все лишние побеги, лишние бутоны. Это материнские побеги, которые из каждой почки пытаются прорастать для того, чтобы каким-то образом… Это сила жизни, сила жизни, которая хочет идти из каждой почки. Скажем так, наверное, это будет правильно, потому что мы оберегаем один бутон, а сила жизни прорывается в каждой почке и пытается расти. На самом деле очень много работы с розой. Это бесконечная обрезка, это уборка холостых побегов, которые не плодоносят. Это опять-таки то, что я о чем сейчас говорила. Это сорняк, который пытается нашу розочку просто заглушить, просто забить, который растет, как на дрожжах, с которым нам очень сложно бороться. Ну и на самом деле очень много обработки. Много… Вот, допустим, здесь сейчас мы стоим, и вот видите, каким образом искривился просто бутончик, и его приходится убирать. Вот он абсолютно непригоден для роста. И таких всяких подводных камней очень-очень много. Даже срезать розу не так просто, как может показаться со стороны. Это целое искусство. Необходимо точно отмерить место среза, иначе следующие побеги будут не такими хорошими и красивыми. Вот расскажите, вот каков процесс, да, вот какая-то своя технология есть, вот срезание роз? Конечно, обязательно. Если розочку срезать неправильно, она, соответственно, в дальнейшем даст неправильную, так сказать, розу. Вот этот сорт называется черная магия. Сейчас мы, вот это уже такое время, когда она достаточно созрела, чтобы ее срезать. Теперь она постоит в холодильнике еще два дня, бутон вытянется, она напитается, и уже попадет, ну, какой-то из любимой девушки. Может быть. Вот. Возможно, возможно, и вам. Судя по тому, какие вот симпатичные операторы. Вот сейчас мы ее срезаем. Срезаем ее. Так, как срезаем? Снизу вот, ну, как классически по четвертую, пятую почку, по листик. А вот и все, вот она готовая. Вот это готовая, пожалуйста. Спасибо. Срезать розы Галине Михаилу приходится каждый день. За одну ночь может распуститься больше сотни бутонов. Еще несколько щелчков с садовыми ножницами, и вот собран очередной букет. Ну что ж, это действительно тот случай, когда очень жалко, что камера не передает всех запахов. Роза действительно пахнет, как настоящая. Она и есть настоящая. А настоящая, потому что выращена естественным способом, без всяких примесей в почве. Все, как шутят световоды по старинке. Ноу-хау пока что не доверяют. Они в основном растут на органических удобрениях. Это наш самый традиционный перегной, навоз. В общем, роза экологически чистая. Поэтому она и будет стоять хорошо, она будет совершенно безвредная для потребителя. Ну, вот этим, наверное, и отличаются такие вот маленькие фермерские хозяйства. Мы не смотрим на это, как на какой-то бизнес. А как на хобби для души. Хочется просто людям сделать приятное и подарить им по-настоящему экологически чистую и правильную, так сказать, традиционную такую розу. Та, которая у нас, которая уже, наверное, сотни лет. А вот своего назначенного часа цветы ждут в специальном хранилище, куда мы, к сожалению, не смогли попасть. Хотя, может, и к счастью, простыть здесь можно в два счета. И температура в хранилище, как в холодильной камере. Да и впускать туда теплый воздух нежелательно. После срезки собираем розу и отправляем ее на переборочный, сортировочный стол, чтобы ее разложить по размеру. Вот сейчас управляем ее этим займется. А скажите, вот как часто вы своей жене давите цветы? Вот видите, каждый день, а то и по два раза на день. Утром и вечером во время среза. Для Галины выращивать цветы не работа, а отдых. Легкой рукой она способна вырастить даже самый привередливый цветок. А все благодаря любви и заботе. Ведь цветы, как дети, без внимания начнут грустить, увядать и чахнуть. Дашенька, вот это цикламен. Это луковичное растение. Здесь луковичка. И если мы ее намочим во время полива, она загниет и пропадет. А как тогда поливать? Ну, если мы будем поливать ее аккуратно, тогда она будет очень долго расти и радовать вас. Поливаем мы ее с краешку. Вот так. То есть нельзя, чтобы попадала вот сюда куда-то. Так, с краешку можно, да? Да, да. Чтобы луковица оставалась сухой. То есть вот так вот, вот такой процесс. Угу, ну давайте попробуем. Давайте попробуем. А подождите, а тут луковицы я не вижу. Здесь маленькая луковичка, молодая. Лейте. Просто лейте. Да. Вот так, да? Да, у вас прекрасно получается. Вам дать с луковичкой? Я боюсь. Давайте. Так. Ну, просто так полить, да? Да? Да. Замечательно. Но розы любят не только женщины, но и различные насекомые паразиты. На охоту с этими цветовредителями Михаил выходит каждую неделю. Она достаточно капризная, как королева. Она очень капризная на растении. Очень подвержена заболеваниям различным. И потом она очень вкусная для вредителей. Вот такие вот сейчас, знаете, очень много существует. Вот тлей разновидностей, трипсов, белокрилки всякая вот. И разные гнили, разные болезни. Поэтому приходится лечить еженедельно вот такой вот процесс обработки. Просто отрыскание. Чтобы наша розочка была всегда здоровенькая, свеженькая и красивая. Прежде чем научились с ним бороться, мы очень много потеряли. Да, было такое, что мы несколько лет, ну, наверное, пару лет, наверное, пытались вот его вывезти отсюда. Просто он нападает очень сильно, это насекомое такое, с которым очень сложно бороться. Оно устойчиво к ядам, устойчиво к химикатам и выживает в самых сложных условиях. Ну, потом приспособились, победили чуть-чуть. И чем? Ну, есть разные методы применения пестицидов. Вот, для того, чтобы, ну, сбавить их поголовье, так сказать. В таком постоянном уходе здесь растет каждое растение. За своими цветущими, любимицами цветоводы следят не только в те дни, когда они прекрасны и украшены цветами, но и тогда, когда им нужен покой, свет и тепло. Выращивание роз, да и, пожалуй, любых цветов, это целая наука. Я бы даже сказала, настоящее искусство. Чтобы растение не гибло и равномерно росло, им необходимо создать определенные условия, так называемый микроклимат. То есть это поддержание, соответственно, температуры. Вот, например, в этой теплице это 24 градуса днем и 16 ночью. И поддержание высокой влажности воздуха не менее 80%. Процесс выращивания цветов очень кропотливый. Но это, как говорят Галина и Михаил, того стоит. Видеть, как распитают плоды своего труда. Что может быть еще прекрасней? Цветы – это очень нежная продукция. Очень нежная. Это на самом деле действительно сложно, потому что элементарно даже изменения температуры очень влияют на характер цветка. И даже от изменения температуры он может пропасть. Тем более сегодня очень много вредителей, которые портят наш цветочек. Поэтому с большой любовью к этому цветку мы стараемся вырастить вот такую продукцию. Ну и, наверное, как все живое цветы тоже любят какой-то там, знаете, ласки, как сказать. Как-то разговариваете с ними. Бывает такое. Да, бывает. Без любви цветы расти не будут. На самом деле это правда. Потому что любовь, она просто начинает нас двигать к тому, чтобы мы за ними ухаживали, как за маленькими-маленькими детками. И тогда они на самом деле нас благодарят своими красивыми цветами. Правда, радость в оранжерее и в душе цветочницы царит не всегда. Выращивать цветы в зимний период – дело очень затратное. А потому в это время у теплицы долгий тихий час. Мы не можем выращивать круглый год в теплице растения. Почему? Потому что элементарно отопление очень дорого. И мы выращиваем. У нас получается так, что весной начинается. Вот, в принципе, естественным процессом только немножечко раньше, чем в грунте. Скажем так. Вот такой у нас процесс. Естественный, но немножко раньше, чем в грунте. То есть получается, где-то в течение полугода у нас есть продукция. В течение полугода у нас нет продукции. Наши герои говорят, что цветоводство при желании и колоссальном старании можно превратить в доход. Хотя сами признаются, что лично для них это не способ заработка, а скорее стиль жизни. Вы знаете, мои дети сказали, что никогда в жизни не подойдут к цветам. Они уже достаточно взрослые, у них в своей семье, у нас внуки. И они сказали, мама, хочешь развлекаться – развлекайся. Мы не будем. Это не так прибыльно, как кажется. Это на самом деле тоже правда. Это более хлопотно, наверное, чем прибыльно. Но, конечно, какую-то копейку это приносит. С трудом, но приносит. Сколько мы этим занимаемся, столько мы тратим, тратим, вкладываем, вкладываем, вкладываем. И никак пока еще отдачи, которую хотелось бы видеть, мы пока еще не видели. Цветы всегда пользовались большим спросом. Даже в мертвый сезон, как называют многие цветочники, месяцы небогатые. На праздники люди идут за букетами. Правда, у семьи Стасюк в этом плане ситуация совершенно другая. Под себя взяла Голландия, голландский цветок. Они экспортируют сюда очень много цветка. И, конечно же, цветок, выращенный здесь, в России, он не столько ценен, сколько цена Голландия. Потому что это бренд, в первую очередь. Ну и, конечно же, цветок сам по себе крупный, ствол большой. И, конечно же, люди предпочитают больше Голландию, чем местный цветок. Кому-то может показаться, что заниматься выращиванием цветов легко и просто. Как, например, до недавнего времени казалось и мне. Но, побывав в гостях у семьи Стасюк, понимаешь, что прежде всего человеку, посвятившему свою жизнь этому ремеслу, необходимо обладать трудолюбием и истинной любовью к цветам, постоянно обучаться и узнавать много нового, что сегодня и делают Галина и Михаил. На самом деле, это правда. Я очень люблю свое дело. Люблю только ради того, что здесь такая необыкновенная красота. Ведь это Божье творение, ведь это сотворил Господь. Каждый раз, когда я смотрю на любой цветок, я всегда восхищаюсь творением Божьим. Насколько Бог многогранен вообще и как Он может творить. Это просто потрясающе. Я всю жизнь выращиваю цветы и не перестаю удивляться вот этой самой красоте. Ну и потом в жизни бывают всякие невзгоды и переломные моменты. Это в жизни бывает все. И когда мне бывает нехорошо в жизни, я прихожу к своим цветам, обнимаю их, улыбаюсь. И от цветов я ухожу в совсем другом настроении. Это то, что на самом деле дарит радость, дарит настроение, является собой некую любовь, опять-таки некое творение Божие. Это потрясающий труд. Хотя иногда я разочаровываюсь в самом бизнесе и на самом деле думаю, что это чемодан, который тяжело нести и трудно выбросить. Но это мой любимый чемодан, это моя любимая жизнь, это мои любимые цветы, с которыми я никак не могу расстаться. Отвечая на вопросы о дальнейших планах в цветочном деле, читастасюк неуверенно пожимает плечами. Загадывать они не любят. Экспериментировать и украшать свою оранжерею можно бесконечно. Но чтобы заниматься цветоводством в промышленных масштабах, нужны огромные вложения, признаются супруги. А для них выращивание цветов – это в первую очередь любимое дело, которое каждый день радует глаз. И только потом бизнес, помогающий жить, расти детей и воспитывать внуков. Цветы популярны и востребованы всегда. Их дарят и зимой, и летом. Поэтому при наличии рынка сбыта они могут принести своему владельцу пусть и небольшой, но все-таки доход. Вопрос только в другом – под силу ли вам будет такой цветочный бизнес? Но это уже решать каждому. С вами была программа «Сельский кластер». Я с вами прощаюсь. И не забывайте дарить своим женщинам цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова